В эфире Бук-ТВ итоги недели. Я Павел Белявский, корреспонденты информационного отдела расскажут о том, какими событиями была отмечена прошедшая рабочая неделя, что нового и интересного произошло в городе Бресте. Сегодня в выпуске. Встреча в Брестском облсполкоме. Делегация из Узбекистана Джазарской области посетила Брещену с официальным визитом. Что нового ищет на берестейской земле турист из Поднебесной? Что ценят в обслуживании и как строятся мосты дружбы? В Бресте разрабатывается специальный маршрут для китайских туристов. Анастасия Наздрин-Плотницкая мониторила тему. В Бресте прошел фестиваль женского бизнеса. Он собрал порядка двух десятков успешных предпринимательских инициатив и, конечно же, их обладательниц. Участницы форума обменялись опытом, а также поделились планами и видением развития женского бизнеса в регионе. Встреча в Брестском облсполкоме. В конце июня Брещену в рамках ознакомительной поездки посетил посол Узбекистана в Беларуси Насержан Юсупов. В стороны тогда договорились максимально развивать сотрудничество. На текущей неделе слова получили реальное воплощение. В регион с официальным визитом прибыла делегация из Узбекистана. В числе участников – руководство Джазарской области, представители двух свободных экономических зон и бизнес-сообщества. Мне очень приятно, что сегодня наша встреча проходит здесь, в этом зале, на нашей Брестской земле. Я рад приветствовать вашу делегацию. Уверен, что за время нахождения Республики Беларусь в Брестской области вы сможете убедиться и посмотреть то, что есть на нашей земле, чем мы занимаемся, предприятия, организации. То есть то, что вас будет интересовать, мы с удовольствием вам покажем. Цифры товарооборота между Брестской областью и Узбекистаном демонстрируют уверенный рост. Регион экспортирует пищевую продукцию, оборудование, лесоматериалы, а привозит из Узбекистана в основном пряжу, трикотаж и фрукты. Внешний торговый оборот текущего года показывает значительный рост интересов предприятий деловых кругов Брестской области, Республики и Узбекистан. Уже за пять месяцев, 18-го года, внешний торговый оборот Брестской области и Республики и Узбекистан достиг показателей в целом итогу прошлого года. За январь-май 18-го года товарооборот составил 11 миллионов долларов. Значит, темп значительно вырос. Экспорт составляет 8 миллионов, импорт – 3 миллиона. Джизакская и Брестская области имеют немало схожих черт, начиная от численности населения и заканчивая приоритетом отраслей, к примеру, сельское хозяйство и переработка сельхозпродукции. Делегаты выразили особую заинтересованность в совместном развитии таких направлений, как птицеводство, животноводство, а также переработка и хранение фруктов и овощей. Три вида деятельности. В первую очередь, это прямые инвестиции. То есть мы приглашаем предпринимателей других стран, для того, чтобы они вкладывали свои средства в нашу область. Это называется прямыми инвестициями. Второе направление деятельности – это создание совместного предприятия при участии узбекских партнеров и белорусских партнеров. И, наконец, третье направление деятельности – это у нас сейчас выделяются очень крупные кредитные средства, а не льготные средства, 2-3% заемные средства предпринимателей, на которые они покупают новые технологии. То есть вот здесь можно посмотреть три направления. Белорусский и узбекский бизнес взаимодействуют уже сегодня. В качестве примера можно привести подписанные в апреле контракты на 4,5 миллиона долларов между агрофирмой «Джизак Импекс» и обществом с ограниченной ответственностью «Вигас». Мы планируем производство ставить по сушке овощей и фруктов, в том числе и зелени. И, в частности, сырье, которое мы будем получать, в основном будем получать от Джизакской области, непосредственно от фирмы, которая там находится, в Узбекистане. И планируем в ближайшее время совместное предприятие сделать, сейчас ведутся разговоры либо у нас, либо у них, опять-таки по производству пищевых продуктов. На базе научно-технологического парка состоялась деловая встреча делегатов с представителями предприятий области. Также был подписан договор о сотрудничестве между Брестской и Джизакской свободными экономическими зонами. К слову, делегаты предложили представителям Брещины не медлить с ответным визитом. В конце августа в Джизакской области состоится крупный инвестиционный форум. Анастасия Стропко, Павел Малошонок, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БУК-ТВ. Вы смотрите итоги недели на БУК-ТВ. Продолжаем говорить о важном и актуальном. В Брестской области разрабатывается специальный маршрут для китайских туристов. Этот шаг стал еще одной ступенькой в деле совершенствования сотрудничества между Поднебесной и Белоруссией. Сегодня активно идет работа над налаживанием сервисной базы. Следующим этапом станет формирование маршрутов и программ для каждой категории приезжающих. Бизнес-среда, молодые путешественники, гости золотых лет. Что нового ищет на Берестейской земле турист из Поднебесной? Что ценят в обслуживании? И как строятся мосты дружбы? Анастасия Ноздрин-Плотницкая с подробностями. Лин-Джи Тао и Хуан-Дзе – обычные молодые ребята, приехавшие за знаниями из Китая в Беларусь. Наше знакомство с ними состоялось еще весной. В Бресте они уже два года получают профессию экономистов и изучают русский язык. К слову, последним. Именно знания русского открывают для них новые профессиональные возможности на родине. Все преподаватели хорошие. Часто помогают мне уметь учиться. Если есть вопросы, они могут помогать мне. Я сейчас с Беларусью девушкой живу в Аушиде. И два дня назад я была в ее доме. Очень классно было. Очень нравится, что такое ее семья. И покушала, погуляла, и дедушка такой дома. Последние несколько лет интерес китайцев к Беларуси и Бресту в частности существенно вырос. Активно развивается экономическое сотрудничество. Шаг за шагом строятся новые бизнес-проекты в сфере IT и пищевой промышленности. Открывая для себя город над Бугом через его продуктовые сегменты, китайский турист все чаще стал задаваться вопросом, а каков он вообще Брест? Спрос в этом случае породил предложение. Сегодня специалисты Управления спорта и туризма облсполкома взялись за изучение этого сегмента гостей и разрабатывают для них новые маршруты. Брестская область выступает достаточно большой частью республиканского белорусского путешествия китайцев. В Брестской области мы готовим специальный маршрут для китайцев совместно с минскими крупными туроператорами в настоящее время. Сейчас прорабатываются несколько моделей данного маршрута для обеспечения его информационной навигацией на китайском языке. Разрабатываются схемы питания, необходимые для китайцев. Питанию китайский турист уделяет особое внимание. В гостинице Веста это отметили уже давно. Здесь часто останавливаются различные делегации из Поднебесной, а потому администрация комплекса уже сформировала ряд специальных позиций, которые используют в работе. Они предпочтение, естественно, уделяют свинина, говядина, баранина, морепродукты, свежие овощи, либо минимальная термическая обработка, хороший чай. Практически не употребляют соль и сахар. Если брать чай, то они добавляют различные сухофрукты, различные сегменты сушеных цветов, каких-то трав. Питание – один из важных элементов комплексного сервисного обслуживания. Над обеспечением комфортного пребывания сегодня активно работают специалисты управления спорта и туризма совместно с представителями туриндустрии. Активный участник процесса – гостиница «Интурист». Сегодня активно осваивает новые формы и методики работы с туристом из Поднебесной. Созданные в комплексе условия позволяют принимать гостей любой категории. Учитывается, естественно, особенность размещения. Ну, тут ничего нового, наверное, я не скажу, потому что номер должен быть чистым, номер должен быть уютным, номер должен быть, ну, таким комфортным. Естественно, обслуживание. Обслуживание должно происходить… Китайцы любят, ну, наверное, как и все уважительные отношения, когда знают традиции народа, когда знают особенности кухни. Например, ну, считается не очень хорошим тоном, если вы предложите китайской делегации или даже отдельному проживающему холодную воду. Они пьют теплую воду и считают, что теплая вода – это признак добрососедства, доброжелательности. И если вы встречаете его теплой водой, это значит, что вы рады его видеть. Брест и Брестская область богаты на туристические достопримечательности. То, что они уже интересны китайской стороне, подтверждают цифры статистики. Только с начала года более тысячи гостей из Поднебесной посетили регион. Конечно, отдельный инфраструктурный блок уже создан. Китайский язык активно используется в банкоматах. Отдельные объекты города оборудованы табличками с QR-кодами для более доступного знакомства. Определённые шаги в этом направлении сделаны. Однако, важно систематизировать имеющийся опыт и выводить его на новый уровень. Необходимо создание средовых условий, то есть перевести просто отдельные объекты на китайский язык, обеспечить анимационные программы и условия проработки этого объекта, удобство его с позиции гида, организатора. Потому что говорить о том, что в настоящее время есть много гидов, способных работать с китайским сегментом спроса, в Брестской области это преждевременно. То есть их необходимо каким-то образом обучать, воспитывать этих гидов и естественным образом готовить в дальнейшем, потому что это всё-таки сфера ещё и международных больших контактов и здесь туризм как одним из просто элементов является. Анастасия Ноздрин, Плотницкий, Андрей Щербантин, Луговкин. Специально для итоговой программы. С завидной регулярностью Брест прирастает новыми социально значимыми объектами. В июле своей двери распахнул молодёжно-патриотический центр, расположенный на территории Брестской крепости. А на улице Суворова введена в строй новая станция скорой медицинской помощи. Сегодня в городе над Богом в стадии активной реконструкции и строительства находятся ещё десятки объектов, среди которых два детских сада и школа в юго-западном микрорайоне, Копринский путепровод и западный обход, хоспис и автовокзал. В микрорайоне Речица в активную фазу строительства перешли и специалисты предприятия «Полесь и жилстрой». На улице Пригородной в Бресте возводится общежитие для учащихся областного училища Олимпийского резерва. В рамках программы «Газпром» детям Белоруссии и областной инвестиционной программы К лету 2019 года здесь появится большой учебно-спортивный комплекс. За появлением нового объекта на спортивной карте Бреста наблюдает наш корреспондент Ирина Ольшова. 22 года назад на улице Пригородной в Бресте получила пробиску Брестское областное училище Олимпийского резерва. Четырёхэтажный корпус сегодня делят пополам учебные кабинеты и общежития для иногородних. В рамках программы «Газпром» детям Белоруссии и при поддержке областного инвестиционного фонда в январе 2018 здесь начали строительство нового корпуса общежития на 200 мест. Строительные работы на объекте ведутся в два этапа. Первый – возведение здания общежития, замена кровли старого корпуса и утепление фасада. На втором этапе пройдёт внутренняя перепланировка первого корпуса. Теперь у детей появятся комфортные условия для проживания. То, что для спортсменов очень важно, поскольку любые физические нагрузки предполагают необходимые условия для восстановления, для отдыха спортсменов. Плюс ко всему у нас появится дополнительно 8 учебных классов, где дети смогут учиться в нормальных, хороших условиях. Ну и плюс ко всему мы с третьего, четвёртого этажа убираем общежитие. Там будут учебные классы и административные какие-то помещения. Появится музей спортивной славы. Ну, я считаю, что это будет очень хороший, действительно, учебно-спортивный комплекс. Оно, прежде всего, интересно тем, что здесь, в цокольном этаже, будет две парилки. То есть, ну, мы, конечно, сталкивались уже, строили и на Козловичах бани. Ну, здесь есть такая особенность. Также и тренажёрный зал. Мы всё остановили. Интересный, интересный объект. Генеральный подрядчик Полесье жил в строй. Усилиями строителей ПМК-82 учебно-спортивный центр будет сдан практически под ключ. Директор училища Юрий Питерский на объекте гость частый. Крепкий хозяйственник и грамотный руководитель. Он лично привык отслеживать процесс. Поэтому со строителями общается много. Сегодня в новом корпусе общежития идут отделочные работы и накрывается крыша. Началась реконструкция фасада корпуса А, выходящего на улицу Пригородная. Между двумя корпусами, столовой и общежитием появится галерея. Планируется, что спортивный резерв заселится в новое общежитие уже в январе 2019 года. Делаем крышу. Она состоит из тропильной системы металлочерепицы. Внутри ведутся отделочные работы, штукатурятся стены, ложится плитка, отделываются санузлы, делается покраска. Выполняется весь комплекс работ. Все идет по плану. Финансирование этого объекта замечательное. То есть задержек с деньгами нет. Если нет задержек с деньгами, то и нет проблем с материалами. Все получается, как планировалось. В сроки они укладываются. Работа идет очень ритмично и, я должен сказать, очень качественно. Еженедельно мы здесь все собираемся, и заказчики, и подрядчики. Все, во всяком случае, хорошо. Мы находим полное взаимопонимание по всем тем нюансам, которые неизбежно возникают во время любого строительства. Современный спортивный центр разместился на территории в полтора гектара. Сегодня его очертания еще не видны. Пока не закончат основное здание, работы по реконструкции прилегающей территории начинать нецелесообразно. Но летом будущего года воспитанники училища Олимпийского резерва получат новую базу для подготовки, а жители микрорайона Речица – стадион и игровые площадки с тренажерами. Здесь будет у нас мини-игровое поле, беговая дорожка с синтетическим покрытием, волейбольная и баскетбольная площадка, площадка для воркаута, уличные тренажеры, ну и плюс ко всему две бани, что является обязательным условием для восстановления спортсменов. То есть всем этим могут пользоваться не только наши учащиеся, но и жители близлежащего района, ну и, конечно, с соблюдением определенных требований. Полная модернизация областного училища Олимпийского резерва завершится в середине 2019 года. Ввод в строй этого объекта станет подарком Бресту к его тысячелетию. Ирина Альшева, Андрей Щербант, Луговкин, телекомпания БУК-ТВ. К другим темам. Представительницы прекрасного пола как полноправные участницы экономических процессов. В Бресте прошел фестиваль женского бизнеса. На своих площадках он собрал порядка двух десятков успешных предпринимательских инициатив и, конечно же, их обладательниц – сильных, волевых и успешных. Участницы форума обменялись опытом, а также поделились планами и видением развития женского бизнеса в регионе. Анастасия Ноздрин-Плотницкая побывала на мероприятии. Женское предпринимательство – социальная категория, получившая популярность относительно недавно, однако уже успевшая зарекомендовать себя как экономически успешная единица. Сегодня представительниц прекрасного пола можно увидеть в качестве руководителей в разных сферах, однако в своем большинстве – в социальной и культурной. Как начать свое дело и почему важно с первых шагов развивать партнерство? Ответы на эти и многие другие вопросы смогли найти участницы фестиваля женского бизнеса. Мы хотели бы популяризировать в целом женщин, которые занимаются бизнесом, которые хотят себя реализовать в предпринимательстве. И, собственно говоря, на это и направлено сегодняшнее наше мероприятие – фестиваль женского бизнеса. Мы решили, что летом было бы здорово сделать такую открытую площадку, где каждая женщина, которая реализует себя в данной сфере, могла бы представить свой проект, идею, свой бизнес, свое предприятие. Старт мероприятию дала выставка женских инициатив – бизнесов, которые уже успели найти свое место в экономике региона. Темы самые разные – образовательные центры, лингвистические и IT-школы, рукоделие и, конечно же, кухня и выпечка. Светлана Карпук начала свой бизнес с простого желания – готовить. Сегодня своими кулинарными изысками она угощает горожан и признается – счастлива, что занимается любимым делом. На протяжении мы работаем уже года, и, конечно, это удовольствие. Когда приходят дети, постоянно клиенты, которым нравится, вкусно им, поэтому мы стараемся, чтобы было вкусно. Не менее популярна сегодня и сфера агроэкотуризма. Наталья Прокопук в деле уже не первый год. Что такое туристический бизнес, она узнавала, экспериментируя. Так, шаг за шагом ее агроусадьба превратилась в настоящий культурный центр. Яркое подтверждение успеха – постоянно заполненные апартаменты и лента на груди собеседницы, подтверждающая титул «Мисс Туризм». Мое очень глубокое убеждение в том, что женщина должна получать удовольствие от того, что она делает. Если она получает удовольствие, она это делает хорошо. Ценности и взгляды на бизнес мужчин и женщин – стратегии запуска реализации социальных инициатив, формирования моделей и бренда компании. Перспективы развития предпринимательства женским лицом обсудили участники фестиваля в рамках открытых дискуссий. Женщины берут на себя ответственность за зарабатывание денег, создают бизнес. И этот бизнес очень серьезный и очень рискованный. То есть бизнес зависит от массы факторов. И по статистике 8 предприятий из 10 закрываются. Кто-то повторяет попытку, кто-то добивается успеха. И задача этих программ сделать так, чтобы максимальное количество людей, максимальное количество женщин, которые начинают свой бизнес, добились успеха. Инициатива будет иметь продолжение. По задумкам организаторов, в перспективе будут реализованы проекты для женщин в сфере IT-технологий. А сейчас о других событиях. Войнаслужащие 38-й отдельной десантно-штурмовой бригады 2 августа отметили свой профессиональный праздник. На один день голубые береты заполнили практически весь город. Пообщаться с товарищами, встретиться с друзьями в Брест приехало большое количество тех, кто связан с десантным братством много лет. О бескрайних небесах, о настоящей мужской дружбе и настоящих мужчинах материал Анастасии Наздарин-Плотницкой. Уже не один год старый дню ВДВ дает марш-бросок. Разумеется, с полной выкладкой. А как иначе, ведь девиз «Никто кроме нас» – девиз настоящих мужчин. Сильных, выносливых. Именно такие молодые люди приходят служить в 38-ю бригаду. Все начинается с АЗОВ. Усиленная физподготовка, рукопашный бой, навыки управления парашютом и только после. Комплексное учение с грифом «Международные» и полная боевая готовность. Спорок всегда надо держать сухим, потому что быть готовым. И для того, чтобы быть готовым, надо учиться этому. Бояться только сильных. Тренируемся, готовимся ежедневно, каждый раз, на различных мероприятиях. Бригада достойно выдержала все испытания. И я должен сказать, если исходить из десантных частей, но я имею в первую миссию специальных операций, воинских частей и сухопутных войск, то в ходе внезапной проверки Совета безопасности наиболее сложные задачи и в течение месяца каждый день выполнять – это выпало 38-й бригаде. И военнослужащие показали шикарный результат. Торжественное награждение наиболее успешных в воинской службе стало яркой точкой праздника. Среди них как действующие солдаты и офицеры, так и ветераны, чей бесценный опыт так важен для развития службы. Свои возможности военнослужащие 38-й отдельной десантно-штурмовой бригады продемонстрировали во время показательных выступлений. Современный воин в голубом берете готов к встрече с врагом. Навыки рукопашного боя, комплексы противодействия нападению с ножом. Нет задач невыполнимых. Есть только сильный дух и воля к победе. Из-за этого короткий промежуток времени овладели... Поздравить военнослужащих с праздником пришли представители вертикали власти. В своих обращениях они не раз подчеркивали роль соединения в жизни областного центра. От имени Брестского городского исполнительного комитета примите искренние поздравления с профессиональным праздником с Днём Десантика и сил специальных операций. Город гордится вами и спасибо, что вы у нас есть. Потому что десантик – это прежде всего мужество, честь и достоинство. Десантики всегда были элитой подразделения вооружённой силы Республики Беларусь. Желаем вам и вашим семьям крепкого здоровья, мирного неба над головой и достижения поставленных целей. С праздником! А роль действительно важная. Кроме того, что на территории части проходят военно-патриотические мероприятия, 38-я бригада давно стала своеобразным проводником дипломатических отношений. Соединения активно принимают участие в мероприятиях международного формата. Например, в эти дни на полигоне активно идёт один из этапов международных армейских игр «Снайперский рубеж». Представители 18 стран приехали в Брест, чтобы продемонстрировать навыки боевой подготовки. Как отмечают участники специального мероприятия, вся созданная база соответствует необходимым стандартам. «Исключительные условия создали здесь для нас. Каждый день сейчас я на полигоне вместе с моими стрелками. Все довольны». День ВДВ – это праздник, объединяет голубых билетов разных поколений, разных эпох. Их сегодня десятки тысяч на просторах всего СНГ. Кто-то выбрал дорогу военнослужащего и продолжил работу над собой, только уже в профессиональном плане. Кто-то ушёл на гражданку, однако остался верным традициям десантного братства. Но несмотря на годы, все они как одна большая семья. 2 августа приветствуют друг друга, говоря «Слава ВДВ». А ведь действительно, слава, слава доблестным, сильным войскам. «История наша, начиная от войны, доказала, что парни в голубых беретах всегда выполняли те задачи, которые стояли перед нами. Поэтому народ любит, народ помнит это, и народ уважает своих, те, кто защищает. Но мы готовим очередное поколение, вы видите, то, что сегодня вам показывали, это настоящие защитники, те, которые сегодня защищают. Вы видели, сколько здесь было молодых, ради кого мы это делаем. Это будущее наше. Ну и неотъемлемы наши ветераны, это наша гордость. Тех, на ком мы растим сегодняшнее поколение, те, кто дают основную нам подпитку сил, советы. Вот поэтому для этого всего было. Поэтому народ и любит, наверное. Анастасия Назрин, Плотницкий, Григорий Пекарский, Дмитрий Лазарчук, телекомпания, БУК-ТВ. Конный спорт – один из красивейших соревновательных видов и к тому же достаточно древний. С 1900 года он входит в программу летних Олимпийских игр. Конная джигитовка, как часть военного искусства, известна с 18 века. До середины 70-х годов 20 века в СССР проводились чемпионаты страны. В России эту дисциплину, как вид спорта, возродили уже в 2005-м. А 11 лет спустя в подмосковном Лыткарино прошел первый чемпионат мира по джигитовке. Не остались в стороне от интереснейшего вида спорта, в основе которого лежат акробатические трюки и мастерское владение оружием и белорусские конники. Конно-спортивный клуб «Белая Русь» из Брестского района третий год подряд участвует в престижном чемпионате, не только набираясь опыта, но и составляя достойную конкуренцию джигитам из России, Украины, Германии, Великобритании и США. Наш корреспондент Ирина Альшова пообщалась со спортсменами и выяснила, чем белорусский джигит отличается от российского или немецкого. Для Ксении Игоря Писицких конно-спортивный клуб «Белая Русь» не просто хобби, это важная часть жизни. Сюда они вкладывают душу, сердце и силы, тренируют детей, выращивают лошадей и занимаются любимым делом – джигитовкой. Причем довольно успешно. Многочисленные медали и дипломы – яркое тому подтверждение. В июле нынешнего года на третьем чемпионате мира, который прошел в России, белорусская команда в составе Игоря Писицкого, Андрея Булаватского и Марии Шалоник завоевали бронзовые награды престижного состязания в общем зачете, оставив позади спортсменов из Украины, США, Великобритании и Чехии. Все они – представители клуба «Белая Русь». «Мы достойно выступили даже в плане, что такое жребий, вытянуть лошадь, которую ты не знаешь, привыкнуть к ней за час до стартового дня, а еще оказывается узнать, что она там либо молодая, либо вот она, вы знаете, первый раз видит столько людей. То есть сюрпризов очень много. Но опять-таки ничего не бывает просто так. Ничего не бывает просто так. Это великолепный спорт. Я его очень люблю за справедливость». В программе Чемпионата мира две номинации – «Вольная джигитовка», во время которой спортсмен отрабатывает на лошади акробатические элементы и «Специальная». Здесь участник демонстрирует работу с оружием – шашкой, пикой, классическим луком, пистолетом и ножом. В этой номинации в личном зачете по сумме баллов Игорь Писицкий завоевал серебряную награду, потеснив признанных фаворитов – россиян. «Чувствовалась поддержка со стороны российской команды, также украинской, английской. Все ребята очень дружные, все помогали друг другу, потому что джигитовка – это довольно новый вид конного спорта. Он совсем недавно внесен в реестр видов конного спорта в России. Поэтому конкуренции как таковой не ощущалось. Была очень дружеская атмосфера». Высокий результат на чемпионате мира показал 16-летний воспитанник Ксении Игоря Писицких Андрей Булавацкий. Год назад юный джигит впервые сел на лошадь. И шестое место в личном зачете среди 27 участников из 10 стран – это безусловное признание. Как признается сам спортсмен, немного не хватило опыта. А вот жеребец «Грант», на котором выступал Андрей, его не подвел. «Под эту лошадь я подбирал элементы. Но те, которые я вам говорил, что я выбрал, они как раз все вошли под эту лошадь. И вот, выехал, заняли. Хорошее место. Мне понравилось». В Беларуси конно-спортивная джигитовка – вид спорта неофициальный, иными словами, не признанный. А это значит, что клуб, кстати, единственный из белорусских, кого приглашают на подобные соревнования, в начале тяжелого пути. Успехи есть, награды есть, а вида спорта нет. «Мы хотим признания, хотим развития, но чтобы это было грамотно, официально и красиво. Потому что это большой труд. Мы знаем по рассказам ребят, да, с Москвы, с России, какой путь они прошли, чтобы вот выдвинуть этот спорт вообще, да, куда-то там, на международную арену, чтобы его признали. Это путь ни одного, ни двух даже лет. То есть, по рассказам, это колоссальная работа. Но это кропотливая, медленная. Здесь нельзя перегнуть палку, да, и хочется постепенно, чтобы это все было очень грамотно и красиво». Несмотря на все трудности, Ксения и Игорь руки опускать не привыкли. Тренировки продолжаются. Сегодня идет активная подготовка к детскому Кубку России. Восьмилетняя дочь Песецких Полина на специальном тренажере, созданном ее отцом, отрабатывает акробатические элементы и мечтает попасть на соревнования, чтобы стать победителем и настоящим джигитом, как папа. Ирина Альшова, Григорий Пекарский, Антон Луговкин. Специально для итогового выпуска БУК-Информ. Это были итоги недели на БУК-ТВ. Смотрите нас в эфире в 19.40, 22.50, утром в 7.15 и на нашем канале в Ютуб. Если возникли вопросы, которые не удается решить самостоятельно, если есть интересные события, факты, о которых вы хотите рассказать, звоните на горячую линию по номеру в Бресте 54-63-67. Мы вас услышим. Прямо сейчас о погоде на ближайшие дни. А я, Павел Белявский, с вами прощаюсь. Пусть новости в ваших домах будут только добрыми. 5 августа Беларусь окажется под влиянием фронтального раздела, смещающегося с территории Польши. День в Бресте будет отмечен переменной облачностью, пройдут дожди. Ветер переменных направлений умеренный. Температура воздуха в ночные и утренние часы 18-20 градусов. Во второй половине дня повысится до 28. 6 августа с юга Балтийского моря в Беларусь ожидается поступление неустойчивой теплой воздушной массы. В Бресте будет облачно и без осадков. Ветер северо-западный, умеренный. 18-20 градусов со знаком «плюс» – такова температура воздуха ночью. До 23 прогреется воздух в течение дня. Редактор субтитров А.Семкин